Слезы Случится осень, и любовь твою ко мне Журавлиным клином уносит на серебряном крыле Эх, лук-лучок, золотая луковица Ты ко мне не пришел, а я твоя лишь дурочка Эх, лук-лучок, золотая луковица Ты ко мне не пришел, а я твоя же дурочка Ветер озорной колышет, стрелы лука медленно Больше не мила, ты слышишь, отчего ж неведома К роще выйду желтым лугом Что бредили ствола обнять Горе-горе, ты мою лукова ель Все ничем мне не унять Эх, лук-лучок, золотая луковица Ты ко мне не пришел, а я твоя лишь дурочка Эх, лук-лучок, золотая луковица Ты ко мне не пришел, а я твоя лишь дурочка Эх, лук-лучок, золотая луковица Пряных трав ковер цветастый Под ногами стелется Без меня найдешь свое счастье Хоть сейчас не верится Хоть сейчас не верится Откушу головку лука Чтоб не выть, как зверь в лесу Я спущусь к реке, подруге Грусть свою над нос и лесу Эх, лук-лучок, золотая луковица Ты ко мне не пришел, а я твоя лишь дурочка Эх, лук-лучок, золотая луковица Ты ко мне не пришел, а я твоя лишь дурочка Эх, лук-лучок, золотая луковица Ты ко мне не пришел, а я твоя лишь дурочка Золотая луковица 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 Также звоните к нам в Вайбер. Хочу сказать, что новая услуга от Радио Пляж. Вы задаете вопрос. Наш гость выбирает самый лучший вопрос. И вам на телефон улетает 333 рубля. Вот такая вот символическая сумма. За лучший вопрос в любую страну. Через WebMoney пополняем кошелек любой страны. Любой телефон. Так что теперь стало задавать вопросы еще интереснее. Друзья, не забывайте о том, что мы сотрудничаем сейчас с первым. Независимым блоком в интернете, который занимается видеосъемкой. Это наша видеосъемочная группа, которая находится в Москве. Теперь вы можете снять программу у себя дома. Хорошо. Денис, ну смотри, вопросов очень много. У меня первый вопрос. Скажи, многие экстрасенсы говорят о том, что к ним дар пришел через бабушку, через дедушку, через клиническую смерть. Скажи, как к тебе пришел твой дар? Ну смотрите, меня машина не переезжала, молнии не била. Ну как правило, какой-то должен быть стресс. Не было никакого стресса, абсолютно спокойно. То есть я вообще по жизни был, ну до этого момента, скептиком. И даже сейчас, когда люди приходят, я больше уважаю людей скептично, которые относятся ко мне. То есть меня, извините, у меня тут... Ничего, ничего, у нас тоже прилетают сообщения, нормально. Можно поближе чуть-чуть к микрофону, будет вообще замечательно. Да, и получается, то есть нет такого понятия, допустим, родовые. Ну что такое родовые? А что такое родовые? Хорошо, ну родовые, так понимаю, это занимался прадедушка, дедушка, бабушка, папа, мама. Да, допустим, передали ему знания, то есть книжечку какую-то. Но опять же, он в этой книжке должен же сам что-то разобраться и что-то сам попробовать. И сразу говорят, вот мы родовые. То есть нет, такого нет понятия, то есть я же говорю, что скептик по жизни, как бы. И мне нравятся люди, которые ко мне приходят, например, они обычные смертные, да, то есть обычные, с обычными проблемами. Ну как и мы все, как и мы все. Да, да, да. И нравится, что они тоже ко мне относятся скептично. И я чем-то там удивляю, допустим, их или что-то говорю. То есть я в родовых, ну честно, ну не верю не очень. Почему? Потому что, как говорят, 5, 6, 7 поколение, ну такое, честно. А встречались с шарлатанами? Шарлатанами встречались? Ну я могу сказать, что, вот как статистика людей, да, вот на мне порча или проклятие. Из 10 человек есть только у одного, который приходит ко мне. То есть он хочет писать свои проблемы на какое-то вот проклятие, да, там, или какую-то там порчу. То есть по сути у него нету, то есть он решил просто списать, да, проблемы. Так же самое, так и бабушке, ты приходишь, ой, у меня там проблема порча. Она говорит, конечно, у тебя проблема порча. Ты сам уже сказал это, ты сам спровоцировал на то, чтобы сказать, что у тебя уже порча. Да, понимаешь, это неправильно Я считаю, что, допустим, когда А вот мне бабушка сказала, что у меня порча Ну, так иди к твоей бабушке, которая тебе сказала Ты просто проблемы хочешь писать на порчу Того я, ну, очень часто встречался Вот, когда люди приходят, допустим А вот мне же сказали Денис, а как ты видишь, скажи, пожалуйста, как ты видишь, что на человеке порча? Что происходит? У тебя какие-то видения Какие-то свои картинки Вот мне всегда это было интересно Ну, идет, у меня два вида, допустим, как Вот, как вот я могу это распознать Допустим, у меня приходит человек, от него идет запах То есть, или гнильный, или какой-то трупный То есть, ну, с этим жить, естественно, невозможно Я хотел сказать, запах алкоголя Да, да, да Такой, естественно, тяжелый такой запах Да, вот, и ты понимаешь, ну, что-то где-то произошло И, допустим, идет, какие-то картинки, допустим У меня недавно была женщина, приходила И у меня почему-то показал картинку батюшку Я аж удивился, говорит, слушайте А какое отношение, как бы, ну, вот Ваши порчи реально, у вас какой-то запах и батюшка Она говорит, а меня батюшка проклянул И я такой думаю, ого, думаю, вот То есть, получается, они на разных абсолютно идут Ну, как, просто как картинка Вот ты фильм смотришь, да, картинками Также у тебя какие-то вот картинки появляются А ты просто должен их правильно растрактовать А как мог батюшка проклянуть? Вы узнали в эту историю как-то, ну, что произошло? Да, она, получается, массажист профессиональный женщина И плохо сделала батюшке массаж? Нет, не так Она, он, наверное, хорошо сделала массаж И, говорит, вечером себя очень начала плохо чувствовать И он себе приходит, сделает массаж Говорит, ну, я не могу физически, говорит, я себя плохо чувствую И он мне говорит, типа, да я проклинаю тебя Ну, и вообще, может, куча гадостей сказал Ну, это ужас, слушайте, ну, мне кажется, что здесь Таких людей просто нужно гнать из церкви Я с тобой согласен Вот поэтому я, может быть, и знаешь, как люди наплевали в душу И я уже, может быть, иконой не прикрываюсь Хотя верю, допустим, в святые лики и тому подобное То есть я, как бы, спокойно к этому отношусь Скажи, хорошо, ну, вот у тебя, я смотрю по фотографиям Всякие обряды Что за череп козы с тобой? Что за нож? Что за кровь? Что это такое? Вот расскажи поподробнее нашим слушателям Нужна быть какая-то привязка к чему-то То есть мне когда говорят, сделайте переворот То есть я объясняю людям Ты мне привезшь фотографию, да, клипа Киркоров Или Пугачевой, да Говорит, слушай, сделай переворот Ну, как я тебе его могу сделать? Сидят просто фотографии Слушай, а ты можешь сделать так, чтобы, вот, например, Филип Киркоров вот просто усыновил меня Ты понимаешь, если намутишь его волосы, кровь Все, что угодно, то есть чтобы была привязка Тогда мы это сделаем, без всяких вопросов Хорошо, но это шутка, друзья Не забывайте к нам звонить, писать Вопросы прилетают Всем спасибо, кто пишет Есть такой вопрос А скажи, пожалуйста, вот как себе открыть способность? Если ты понимаешь, что что-то есть Как в себе открыть способность помогать людям? И как открыть в себе дар? Как почувствовать, что он пришел к тебе? Ну, смотри, когда у меня это начиналось Мне все смеялись в округе Говорят, слушай, ну как-то ничего никогда не было И ты такие вещи там говоришь Ну, сприптично, то есть Это надо просто пережить Вот, допустим, ты знаешь, что ты вот хороший там Не знаю, там, музыкант, да То есть сначала пеликаешь, все смеются А потом, когда выходит какой-то хит Все думают, ого, ну он же классный То есть это надо просто вот доказать самому себе То есть, ну, не бояться чего-то нового Я понял тебя Хорошо, но к тебе Чем ты занимался до экстрасенсорики? Я работал на рынке обычным продавцом И как ты, вот как к тебе это пришло? Мне это интересно Ты говоришь, машина не сбивала, да? Не попадал там Смотри, у меня была ситуация Я пошел к человеку И у него должны были упасть стеклянные полки А ты понимаешь, что такое стеклянные полки Да, их там 4 вина плюс посуда И у меня картинка получается Вот четко стремленный человек У меня картинка Как вставляются руки в полку И полки рубят человеку руки И так, знаешь, что жутко стало страшно Я говорю, слушай, что-то будет такое? Я говорю, не засловывай только руки Подожди, это тебе не приснился сон? Это у тебя все на реалии происходит? Все происходит в реалии? Да, все в реалии Это все в реалии И все картинки, то есть я не сновидец Ну как тебе объяснить Нету там вещих снов Это все в реалии Скажи, а подожди, вот пожалуйста Денис, у тебя был какой-то стресс перед этим? Я не знаю Нет, нет, обычно все То есть встал утром и все Просто я говорю, то есть начал как бы Ну присматриваться картинка Ну почему же это за глюки? Слушай, ну тебя сейчас приглашают многие программы Многие украинские телеканалы Приглашают тебя Ты говоришь о том, что будет происходить дальше с Украиной Вообще, что будет происходить в мире Кстати, мы сегодня поговорим Но немножко попозже Я не хочу просто сейчас в начале программы Затрагивать политику Вообще радиопляж не затрагивает политику У меня есть вопрос Который прилетел от Дмитрия Из города Харьков Скажи, пожалуйста Как ты думаешь Какая твоя миссия на земле? Спасибо Смотри, ну у Кантова есть своя какая-то миссия То есть кто-то станет хорошим радиоведущим Кого-то будет узнать там Россия, Украина, еще что-то То есть узнаваемый человек будет там Это ты уже про меня, наверное, посмотрел что-то, да? Спасибо, спасибо, Денис Вот, как бы Кто-то, допустим, вот он думает, что он обычный человек То есть надо чего-то, то есть пробовать Где-то в любом случае у каждого человека Своя какая-то миссия Только он должен, ну, понимать, где он Себя может реализовать То есть всегда должны быть какие-то, ну, я не знаю Фантазии, идеи для того, чтобы себя реализовать То есть если ты видишь, что что-то у тебя хорошо получается Лучшее То почему бы это не делать? Пускай все смеются Но зато потом ты будешь для себя уверен Что у тебя это нравится, тебе хорошо У каждого есть миссия, абсолютно у каждого Абсолютно Ну ты понимаешь, что ты вот все-таки пришел Помогать людям сейчас На данный момент в Украине Ты хочешь теперь постоянно этим заниматься? Или вот ты сейчас получаешь У тебя приходят эти видения Но они же могут так и исчезнуть, как и появились Правильно? Правильно То есть я спокойно к этому То есть если сейчас на данном этапе жизни Это моя миссия, да Но почему нет? То есть раньше моя миссия была Продавать на рынке, допустим, товар То есть к мне люди там приходили, да Чтобы я там, ну, рассказывал, что лучше, что хуже Да, сейчас у меня чуть другая миссия Рассказывают, допустим Как можно разобрать ситуацию То есть у каждого своя же миссия То есть даже как вам на радио Звонят же не просто вот То есть какие-то вопросы задают Им интересно Так что у вас есть тоже своя миссия И вы ее выполняете Спасибо большое Ну что, так, друзья Я предлагаю нам уйти сейчас на музыкальную композицию У нас будет играть Зидзо и Вова Зельвова Песня, которая называется «Паук» Мой солнечный мир Мое радио Пляж Радиопляж Ищи нас в глобальной сети В спальні под лишком Жив собі павук Чорний горошок Мав аж вісім рук Майже ніколи Взагалі не спав Справжній мисливець Завжди полюбав Я назвав його Богдан Він молод, як хемрадар Твоя гость всех павуків Він юм мух і комарів Хавав мене прямо з рук Тресерований домов Бо бодька бос всіх павуків Він юм мух і комарів Хавав то, сам не шоя Шкода бодьки вже нема Бо бодька короче сильно захотів Жінку під ліжко він собі привів А павучиха, рідськісна коза З'їла лохудра З'їла лохудра бодьку павука А мораль є такова З'їла папа мужика Бо я бос всіх павуків Він юм мух і комарів Хавав мене прямо з рук Тресерований павук Бо бодька бос всіх павуків Він юм мух і комарів Хавав то, сам не шоя Шкода бодьки вже нема Йоууі Бодй був без халимих понтів Без багатих батьків Бодй був з нормальних пацанів Бодя не любив топих піжонів Бодя не носив брудних кальсонів Бодя карав биків Бодька помагав Не бухав Не втекав Кайфу не ламав В підставах участьї не брав Бодька бушував Кришував Правду мать трубав І якщо було за що То пальці легенько ламав Ха-ха Бодя поважав в старших кипів Бодя играл тихо в кив, но только не там, где ехал. Бодя не хамил, хиба что дохамил, а хамил, он играл так же, как бакил. Бодя был черный и белый, Бодя не был не билым, но его копейка считала не так, и вешті не стерпела, и шаширонин отлила, и бодьку отруила, и бодьку тратил в шлях. Боя в обществе павел кив, в индю, мух и комарьев, и хавал меня прямо с рук, тресерованный балус, Боя в обществе павел кив, в индю, мух и комарьев, и хавал то, сам не шо я, шкода батьки уже нема, боя в обществе павел кив. Боя в обществе павел кив, в индю, мух и комарьев, и хавал то, сам не шо я, шкода батьки уже нема, Друзья, «Бодя Боссих Паукив» Вот такая композиция Дзидзио Та Вова Зельвова, Которые проиграли на теплой станции Радиопляж. И все-таки миссия была Вовке Паука всех кушать, Но пришла женщина и отравила его. Ну, как всегда, друзья, как и в этой жизни. Я думаю, что об этом известно лучше нашему гостю, Денису Малахову, экстрасенсу «Черному магу». Денис, еще раз добрый вечер. Добрый вечер. Слушай, но вопросов прилетело очень много. И вот первый Оля Кисель задает нам вопрос. Денис, скажите, пожалуйста, изменится ли в ближайшем будущем Принцип системы образования в Украине? Я имею в виду открытие школ духовного и творческого развития Детей младшего и дошкольного возраста на государственном уровне. Или так и дальше будут в приоритете катангесы и интегралы? Спасибо. Спасибо, Оля, за вопрос. Спасибо, да. То есть не хотели к политику, но это чуть политический вопрос, Но сейчас отвечу на него. Ну, в принципе, как вы фразали, в принципе, система образования в Украине, Это, ну, то есть надо менять рыбу, то есть рыба гнет с головы. То есть если меняется голова, то, соответственно, все остальное тоже меняется. И сейчас как бы все наладится. Я надеюсь все-таки, что все это наладится. То все, я думаю, все-таки возможно, что все-таки начнут открываться, То есть, ну, детям давать дорогу. Потому что образование, ну, такое, честно. Никакое, да? Да. Ну, если так сказать нормальным языком, друзья. Ну, я как говорю точно так же, как и с врачами. То есть, ребята, вы, если, допустим, учитесь, ребята, пожалуйста, врачи, учитесь. Я вас очень прошу, мне еще у вас лечиться. Блин. То есть так же, как и учителя. Ребята, учитесь нормально. То есть мне еще детей своих учить у вас. То есть, хотя бы, ну, имейте совесть. Слушай, ну, с врачами, ну, хорошо у учителя. Но с врачами вообще тут серьезная история. Мне кажется, если ты даешь клятву Гиппократу, то это должно быть от души. Ты знаешь, вот мой принцип по жизни, что каждый должен человек заниматься своим делом. И должен свое дело делать на 100%. Да, я с тобой согласен. Если он этого не делает, вот у меня всегда такой, знаешь, незаменимых людей не бывает. Дай место другому. Пусть придет другой человек и делает это от души. Ты понимаешь, ну, никто же не хочет отдавать свою корбушку, допустим. Да, вот он насиделся, да, вот, и он не хочет. У нас такая же проблема вот с политикой почему-то, да? И я не имею сейчас в виду Украину. Вообще я имею в виду. Все, все, везде. Абсолютно везде. Абсолютно везде. Ты сейчас говоришь, то есть рыба гнется с головы. То есть меняешь голову, соответственно, рыба вроде уже другая. А никто не даст, потому что, ну, как бы, ну... Хорошо, но мы не будем затрогивать политику. Да, скажи, пожалуйста, вот смотри, ты... Да, и вопрос от меня был в самом начале, но и сейчас вопрос в скайпе висит. Ты черный маг, но делаешь светлые поступки. И скажи, пожалуйста, ты занимаешься благотворительностью, Михаил? Спасибо, Миша. Да, я занимаюсь благотворительностью. Ну, кто тоже этим занимается, ну, если светлые не занимаются. Ну, это уже смешно. То есть я как бы посмотрел по своим коллегам, друзьям, там, общим, знакомым, да, ну, или просто экстрасенсам. Я смотрю, то есть, ну, не помогает вообще. То есть, ну, что вам стоит завести семинар, да? То есть, ну, два часа времени, ну, потратьте. Ну, что от вас будет? Слушай, ну, а чему ты учишь? А чему ты учишь? Вот черный маг, да? Человек, который убирает проклятие, человек, который может навести, кстати, порчу. Как ты занимаешься благотворительностью? Приезжаешь в детские дома. Я, кстати, знаю, что ты посещаешь детские дома очень частенько. Я просто приезжаю, допустим, в детский дом, говорю, дайте, пожалуйста, ваши реквизиты, и все, мне больше ничего не надо. То есть, я ничего не беру. Хорошо. Значит, твои семинары проходят под таким девизом, что все деньги, которые... Которые... Семинара, они все уйдут в детский дом. Абсолютно все уйдут, мне ничего не надо. То есть, единственное, что, допустим, меня просят, допустим, купить там или инвентарь, или деньгами, или там партами, или еще чем-нибудь. То есть, опять же, мне сделали эту рекламу, и я не хотел вообще показывать. То есть, это то, что я в ВКонтакте выложил, это не одноразовая сделка. То есть, их очень много. Я просто, ну, я попросили, говорит, слушай... Денис, а скажи, пожалуйста, хорошо, извини, перебью тебя, а хорошо, все деньги уходят в детский дом. Как ты зарабатываешь деньги? Как ты кормишь свою семью? Я же говорю, то есть, ко мне люди приходят, и они плачут мне. А, уже это как личный кабинет, домой, или там где-то встречаешься с людьми? Да, да. И ты уже помогаешь. Да, то есть, а то, что семинар люди приходят, и то, что залы, допустим, я сыграю, это все уходит... То есть, детям, то есть, я никогда не возьму оттуда. То есть, мне чужого не надо. Я свое не дам, да, но чужого не возьму. То есть, почему нет? Если ты в состоянии положить, допустим, ну что, тебе 5 рублей, ну вот будет из себя, да? Ну, будет из себя ничего, да? Ну, я считаю, а им поможет, как бы, ну, где-то что-то, может, какой-то... Ну, благодарно, благодарно. Я смотрел, очень благодарно. И, кстати, ты молодец, вот тут по-настоящему. Дмитрий Семененко, как вы начали заниматься магией, как к этому пришли? Спасибо. Ну, мы уже задавали этот вопрос. Ответь, пожалуйста, Надя. Ну, получается, я же говорю, то есть, начал заниматься, то есть, начал просто себя проверять. То есть, тому сказал человеку, этому, этому, то есть, смеялись, смеялись, когда через какое-то время это начало все происходить. Причем, первое, я же говорю, так и не сказал тебе по поводу полок. Полки такие упали у нее ровно через 15 минут. Она говорит, я ловлю товар, и понимаю, что ты мне говоришь, типа, не вставляя руки, а там стекло. В общем, побилось товар очень много, но тем и менее... Ну, а ты спас все-таки руки этому человеку. Да, человеку спас руки. То есть, и как бы мне, потом мне где-то через две недели стали, ты просто проклянул. Я говорю, подожди, как это? Она говорит, ну, ты, наверное, сглазил меня. В общем, ты предупредил, хорошо, человека, спас человеку руки, а оказалось еще, что ты навредил. Да, 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 да. То есть, люди не умеют ценить, понимаешь, того и благодарность, то есть, ну... Отлично. Ну, это всегда, знаешь, хочется хорошо, а получается, как всегда. Как всегда, да, да, да. Как всегда, вот такая посуда. Пословица. Хорошо, Марина Калинина спрашивает, почему экстрасенсы не выигрывают в лотерею? Скажем, почему. Потому что шара наказуема. Сейчас объясню. Ну, смотри, у тебя никогда ничего не было, тебе дали миллион. Ты не знаешь, что с ним делать, не знаешь, когда его потратить. Почему обычные миллионеры, которые с нуля, да, поднимаются, потом остаются с алкоголиками, там, и... Ну, то есть, обычно ничем хорошим не заканчивается. То есть, 90-е случай. Ну, легкие деньги, да, не заработанные своим. Шальные деньги. Если ты что-то дал, то тебе что-то дали. Ну, тебе потом это забрали. Ты, как правило, уже потом и квартиры у тебя нет, и все. То есть, он не привык к таким большим деньгам. То есть, надо зарабатывать все-таки не только экстрасенсом. В свое время я выигрывал в лотерею, то есть, никак выигрывал. Я зачерпнул шесть цифр, и мне ровно был миллион. Я его порвал, прямо прибавил. А в этом, что в оморок не упало? Говорит, что сделали? Я говорю, просто проверял себя, интересно, получится, а не получится. Ну, шара наказуема. Наказуема. Хорошо, Рина Юрченко, вот, друзья, моя однофамилия, задает мне вопрос. Денис, вы не считаете, что магия – это удел ленивых созданий? Ведь не зря говорят, что внутри, то есть снаружи. А человек, к примеру, ритуалами занимается, себя не менять. Ира, закончите, пожалуйста, ваш вопрос. Я так и не понял. Ну, а как ты думаешь, давай вот для начала, да, что удел – это все-таки ленивых созданий? Ну, сейчас объясню, то есть, магия, то есть, по природе магия, да, то есть, это что-то, понятно, там, неизведанное, что-то такое, что нельзя объяснить, да, то есть, понятно, что все, там, гадалки лезут сразу в магию, то есть, ой, давай я тебя на кладбище фотографируюсь, там, или тебя на кофейной гуще погадаю, да, то есть, в некоторых моментах он ленивый, но, опять же, я могу дать как минимум три примера, когда начинает лезть, допустим, вот один человек пришел к тебе, да, ты там что-то сказал, да, ему, и не помог, а ухудшил ситуацию. Вот как ты думаешь, что он сделает? Он придет к тебе, и реально в лучшем случае, ну, будет движение, в лучшем случае придет с милицией, с всеми делами. Так что тут магия, я не могу сказать, что-то дело ленивых, там, создание, то есть, просто люди играют с огнем, вот и все. То есть, все пытаются, как бы, ну, залезть, куда им не надо залазить. Хорошо, есть вопрос, Сергей, город Донецк, наши постоянные слушатели. Скажите, а колдуны СНГ собирали шабаш по поводу Украины и России? Что они думают? Спасибо, Сережа. Так, еще раз, я не понял сам вопрос. Скажите, а колдуны СНГ собирали шабаш по поводу Украины и России? Ну, я слышал за этот шабаш, но я, как бы, ну, я спокойно отношусь. То есть, если ты хочешь что-то сделать, не обязательно прям вот так делать, какие-то вот, ну, огласку, да, то есть, ты можешь спокойно сам сделать, то, что ты посчитаешь, нужно. Скажи, а ты знаком с колдунами Украины? Вот, ты встречаешься с ними, проводите какие-то вместе семинары, меняетесь опытом как-то? Да, конечно, то есть, и это все-то нормально, как бы, но, опять же, я никогда не делаю никому класску, пускай за них люди говорят, а не я буду за них говорить. То есть, я считаю так, то есть, не надо, чтобы за меня все говорили, пускай, то есть, обычно люди говорят, а не мы между собой будем друг друга пиарить, да? То есть, вот он классно, а вот он плохой. Скажи, а вот по поводу вот этого шабаша Украины и России, зачем они собирались эти колдуны? Вот объясни нам, простым людям, слушателям. Ну, смотри, то есть, опять же, это какой-то ход пиар, да, то есть, ну, для чего это делается, да? Да, то есть, какой-то ход пиар. Плюс, допустим, если, допустим, он пришел с какими-то благими вестями, да, то есть, ну, что-то делать хорошее, ну, почему бы нет, допустим? Я спокойно к нему очень отнесся, то есть, были как, ну, ребята, которые пришли как пиарить себя, так и ребята, которые, ну, действительно, может быть, что-то верили, там, что-то хотели сделать. А ты веришь в украинскую биту экстрасенсу вообще или в российскую? Вот сейчас, кстати, вышел 16 сезон, и наш друг, коллега, Гоша Мулиновский, принимает там участие. Я сейчас вам расскажу. Ребята, смотрите, если вы говорите, это шоу, шоу, да, то есть, это шоу, да, все-таки это шоу. Ну, конечно, потому что это уже выходит на ТНТ, это уже шоу. Шоу, да. Ну, смотрите, я могу привести пример, да, раз с собой. Единственный экстрасенс, который выходит в новости. Значит, что-то где-то есть. В реальной, серьезной? В реальной, в реальной серьезной новости. Хорошо, а как ты вообще туда попал? Как они стали тебя приглашать? Как, вот, мне это интересно. Как они тебя нашли? Вот как они нашли и поняли, что этот человек... Нет, я сам поехал на 13-ю биту, посмотрел, присмотрелся, я никуда не влазил, я ничего, как бы, особо, ну, понял, не проходил. А кто проводил, что за канал проводил 13-ю биту? Это СТБ проводил. Ну, он и проводит, да? Он сейчас и проводит, да, 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 да. Никто больше этот проект не купил, все. Нет, да. И также с вами приглашали на российскую «Черное-белое». А у меня как раз совпало со съемками на другом канале, то он не поехал, как бы. Меня приглашали очень на «Черное-белое», только на вашу, ну, как бы, ну, уже на Россию, допустим, да. У меня будет следующий вопрос, но он будет после композиции нашего друга и коллеги Ивана Дорна с композиции «Актриса». Оставайтесь с нами, я жду телефонных звонков. Жду, друзья, ваших сообщений. Пишите, звоните. Сумасшедший гость. У меня сегодня в гостях «Черный маг», самый «Черный маг» Денис Малаков, который немножко позже расскажет, что же будет все-таки с Сирией, с Украиной и с Россией. Оставайтесь с нами. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Друзья, я не знаю, кто колдует, но в Крыму начался шторм. Субтитры сделал DimaTorzok Денис Малаков, Денис, скажите, пожалуйста, почему вы стали «Черным магом» и нужно обязательно быть родовым, чтобы способности были? Нужно быть родовым? Или вот как у тебя, все пришли картинки сами по себе? Нет, все сами по себе, то есть не надо обязательно быть родовым. То есть не обязательно, может человек сам себя, то есть не обязательно быть черным, то есть не обязательно быть черным, то есть все зависит только от побуждений. Слушай, ну, у нас уже вопросы прилетают, причем не то, что просто вопросы, а уже с просьбами. Вот ты знаешь, меня это очень радует, кстати, друзья. Спасибо, что пишете, всем, всем большое огромное спасибо, что слушаете «Радио пляж», и вы знаете, долго мы все-таки выходили в программе «Другая реальность». Привет огромный Гошу Малиновскому, который сейчас принимает участие в «Шестнадцатой битве экстрасенсов», но проект заморозили пока что. Вот Алексей Булынин, наш друг-коллега, смотрю, он за вертушками стоит. Денис, скажите, пожалуйста, как сделать правильный выбор в жизни, когда есть два пути, и оба верны, да? Но каждому свой сценарий, и в обеих есть плюсы и минусы, есть трудности и счастливые моменты. Но на что полагаться? На здравый смысл или веру? Себя или свою мечту? Подскажи, пожалуйста, Леша, вот что сделать? Вот два пути, и они верные оба, давайте. Ну, опять же, если они верные у пути, то уже хорошо, значит, уже есть какое-то право выбора. То есть выбор делает человек всегда сам. Я могу только подсказать, допустим, какие будут ситуации, допустим, то есть в сфере, допустим, с работой или еще с чем-то, да, или в личной отношении. Ну, человек сам делает выбор, я не могу за него проживать жизнь. То есть человек должен полагаться только на себя. А помоги, пожалуйста, помоги, вот ты как человек-экстрасенс, который тебе нужно, чтобы какие-то картинки всплыли, может быть, посмотреть его фотографию или как-то почувствовать его ауру, что нужно, что нужно, чтобы произошло. Чтобы человек понял вообще, куда идти, что делать, вот заблудился. Есть же такие, кстати, приходят тебе люди иногда и говорят, слушай, я заблудился реально. Да, бывает такое, что, допустим, да, вот, допустим, есть куда бы работа, ну, как бы еще есть работа. Я говорю, типа, нет смысла менять, то есть поменяешь, только время потеряешь, да. То есть человек сразу, ага, задумался. То есть меня так же само проверяли, допустим, специально поменял, потом прибежал и говорит, елки, зачем я поменял? То есть нет, это чисто по побуждениям. То есть если ты для себя, то есть, причем у человека очень хорошая, развитая интуиция. Вот я смотрю, да, допустим, ты спросил меня за счет вертушек, там, друг хороший, да. Очень развита, хорошая интуиция. Предложили ему проект с бумажками какими-то. То есть это будет или контрактный какой-то момент, или что-то будет. И причем я вижу перелеты за границу. То, что связано с заграницей, пускай берет, да, он ущемит какие-то семейные свои моменты, да, вот какие-то вот, ну, как объяснить тебе. Ну да, ну, может быть, что-то личное не будет видеть. Да, я так понимаю, что у человека, наверное, он боится, может быть, оставить свою жену или девушку. Семью, да, да. Понимаешь, то есть и получается, то есть из-за этого, как бы, может быть, у нас, то есть как бы можно спокойно, как бы, завязываться в такую драку. Можно все-таки куда-то делать перелеты какие-то, да, не бояться, не бояться. Ничего не бояться, все пойдет плюсом. Причем, я говорю, два ситуации, как бы, ну, в принципе, неплохо и там, и там. Ну, где с перелетами, с документами, именно сама связь, то будет вообще проблем, не будет вообще никаких. То есть это даст был большой упор, ну, то есть большой скачок в жизни. Скачок, в общем, будут какие-то перемены. Перемены, причем к лучшему, наверное. К лучшему, да, к лучшему. Хорошо, спасибо. Смотри, у нас есть вопрос, кстати, очень такой жесткий. Скажите, пожалуйста, как закрыть ворота Америки от порчи и проклятия? Макс Севастополь. Спасибо, Макс. Блин, да я не знаю, наверное, легче плюнуть, да и не мучиться. Все-таки, да, все пусть идет, наверное, своим чередом. Да, пусть, да, то есть, опять же, есть куча своих моментов, да, которые, ну, жизненных, как бы, а когда люди начинают прыгать в политику, да, то есть, ко мне, когда приходят на прием, да, человек, он явно не за политику разговаривает, у него какие-то свои личные, а когда, допустим, люди, как бы, я понимаю, что хочется услышать какие-то, ну, большие, да, моменты, там, какие-то, там, Америка и тому подобное, то есть, ну, как бы, легче отпустить и забыть, потому что все равно на ситуацию мы не влияем, к сожалению. А скажи, пожалуйста, а к тебе приходили политики, приходят к тебе, обращаются, слушай, ой, проблема там. Не скажу, если даже где-то в соцсетях какие-то фотографии выплывут, блин, все это фотошоп, это я ничего не знаю. Понятно, ну, пусть будет так, хорошо, слушай, ну, мне кажется, что не экстрасенсы должны заниматься политикой, а по-настоящему политики, и пусть они там открывают, закрывают ворота, выплывают и делают какие-то свои дела. Так, скажи, пожалуйста, вот, Кент 4001, а вы слышали про новое биологическое погодное оружие? Хорошо. Отлично, не слышал, ну, возможно, что оно есть. То есть, я не знаю, ты мне предсказал, у меня картинка пришла, что-то такое, знаешь, бабах, наверху и как капельки. Значит, может быть, оно есть, но, как бы, да, картинка пришла какая-то. Слушай, ну, картинка пришла, это уже самое главное, что она... Да, то есть, она, как бы, да, так что я думаю, что оно есть, но никто его еще не видел. Я думаю, что в ближайшее время никто его, ну, как тебе объяснить, пользоваться им не будет. Хорошо, друзья, вот у нас наша коллега, наша когда-то подруга, и сейчас подруга, очень шикарная, очаровательная Полина Максимова. Здравствуйте, Денис Александр. Здравствуй, Полиночка. Считайте, что гадание и вообще любая попытка человека узнать свое будущее – это грех. Если верить этому, то интересно, какое же наказание предусмотрено за подобное для человека? Вот какое наказание для человека за то, что он гадает и пытается приоткрыть занавесу другой человеческой судьбы? Да, сейчас. Здравствуйте, Полина, то есть, обратились же, здравствуйте, сказали, уже хорошо. Значит, гадание, ну, я говорю, я просматриваю, я не гадаю, я не бабка-гадалка, я не беру карты в руки, я не прогадываю судьбу. Называется прогадать судьбу. То есть, ты прогадываешь, когда приходит девочка и говорит, ой, слушайте, а сколько у меня будет мальчиков, а сколько у меня будет детей и тому подобное. Ты, по сути, прогадываешь судьбу, то есть, ты в нее влажешь определенную программу. А если девочка просто запуталась в своих отношениях, ты просто говоришь, слушай, ну, может, ты все-таки оставишь этого человека и пойдешь другим путем. То есть, ты даешь право выбора просто, но никогда не лезешь в будущее человека, ты его просто корректируешь. Просто делаешь коррекцию такую, я так понимаю, что происходит коррекция, да. Да, и все. Если же человек хочет бабки-гадалки приди и, допустим, именно погадайте мне на мою судьбу, там, сделайте расклады и тому подобное, да, то как бы за все в жизни надо платить. А скажи, пожалуйста, а ты сам когда-нибудь обращался к бабушкам, этим гадалкам когда-нибудь? Ой, я в свое время, когда это у меня только начиналось, я, поверь мне, очень многим бабушкам поехал и никто меня не впечатлил. И все-таки ты понял, что все это... Ну, то есть, это все такая, ну, чушь, то есть, я хотел, как бы, знаешь, ну, то есть, не было, то есть, я не понимал, что это, и мне было интересно, ну, то есть, ну, как бы себе это развивать. Я, то есть, понимал, что только бабушки мне это помогут. А что говорили? Вот у меня, вот сейчас интересно, что говорили они? Вот на то, что ты приезжаешь и говоришь, слушай, у меня картинки всплывают, да, что говорили эти бабушки? Значит, в 80% во мне сидит дьявол или бес, то есть как угодно это обзывалось, так что угодно и как угодно, я смотрел на них и думаю, блин, ну что. И сама же берет карты и начитывает на карты там отче наш, я смотрю на нее, извините. Хорошо, подожди, а вот смотри, вот у меня еще такой вопрос, как ты понял, что ты черный маг? Ну, наверное, потому что люди наплевали, очень сильно наплевали люди, наверное, в душу. Я начинал вообще, как бы со светлого себя пытался, как бы, ну, помогать, знаешь, ну, более открытым сердцем быть, знаешь. Знаешь, с полкой меня обвинили, потом меня очень много начали обвинять, а потом говорили, слушайте, а чего я должен вам, по сути, что-то говорить? Слушай, но ты все равно делаешь добрые дела. Я добрые дела. Несмотря на то, что ты черный маг, ты делаешь добрые дела. То есть, я говорю, ты зависишь только от твоих побуждений, ты можешь быть черный, белый, зеленый, то есть все от побуждений, то есть от тебя зависит, то есть ты можешь быть как бы, ну, черный по, в априори, да, то есть специфика работы черного, да, то есть ты понимаешь, как это происходит, как это лучше сделать. Ну а по бурдению у тебя будет сразу светлый и приятный для обычного человека Хорошо, друзья, я предлагаю наути на музыкальную композицию На песню Макса Барского «Хлоп-хлоп-хлоп» И снова вернуться к нам в студию И у меня есть очень хороший, веселый вопрос От Сергея Легкова, от нашего друга из Санкт-Петербурга Не переключайтесь, впереди все самое интересное В гостях у меня черный маг и колдун Денис Малахов Это сумасшедший годзи, оставайтесь с нами Радиопляж Ты в свободе Радиопляж Я ушел, чтобы не было больно Тебе не нам Отпустил твое сердце на волю Дал возможность другим рукам Согреть беззащитное, крупкое Унести его от себя Может, я стер твои улыбки А может, и спас тебя Извини, я иду домой И теперь я иду один Не получилась любовь с тобой Для печали нет причин Хлоп, хлоп, хлоп Хлопают ресницы А ты, ты, ты Ты меня не любишь И в сердце мне Ты бонзаешь спицы Помогите мне Помогите люди Хлоп, хлоп, хлоп Хлоп, я снегом таю На, на, на На моих ладонях Я стою И молча отпускаю Но о тебе И тебя я буду помнить Время пройдет И ты вспомни О том, как любил тебя я И в другом лице Напротив Ты будешь долго искать меня Ты придешь, когда будет поздно Когда не станет во мне тепла Я открою входные двери И увижу чужие глаза Извини, ты идешь домой И сейчас ты идешь одна Не получилась любовь с тобой А я даю себе вина Хлоп, хлоп, хлоп Хлопают ресницы А ты, ты, ты Ты меня не любишь И в сердце мне Ты бонзаешь спицы Помогите мне Помогите люди Хлоп, хлоп, хлоп Хлоп, я снегом таю На, на, на На моих ладонях Я стою И молча отпускаю Но о тебе И тебя я буду помнить Хлоп, хлоп, хлоп Хлопают ресницы Хлоп, хлоп, хлоп Хлоп, без снега таю И не могу я остановиться И по тебе По тебе Опять скучаю Хлоп, хлоп, хлоп Хлопают ресницы А ты, ты, ты Ты меня не любишь И в сердце мне Ты бонзаешь спицы Помогите мне Помогите люди Хлоп, хлоп, хлоп Хлоп, без снега таю На, на, на На моих ладонях Я стою И молча отпускаю Но о тебе И тебя я буду помнить Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, хлоп, хлоп, хлопают ресницы Макс Барских Ты уйдешь, а я налью себе вина Вы знаете, вот в такой вечер В Крыму Когда за окном Друзья, началась вьюга Как в декабре месяце Хотелось бы выпить Крымского вкусного вина Я думаю, что Сегодня мы придумаем Но Это не пропаганда, друзья Алкоголя Мы за здоровый образ жизни Мы за спорт Так, у нас вопрос от Сергея Легко Можно ли вылечить гея При помощи магии Можно ли наоборот При помощи магии Сделать натурала геем Существует ли гей-магия Вот хорошо Хорошо, отличный парень Так, можно ли Приворожить гея Можно ли Черная магия Очистить Может ли черная магия Очистить нашу планету От Однополой любви Ну скажи, пожалуйста Я Для меня первый раз Я вот сталкиваюсь с такими вопросами Ну смотри То есть Допустим Есть такое понятие Как навести пидорчу Ну так как на человека Уже это наведено Как бы можем только снять Только снять Все-таки можно Из гея Сделать нормального человека Наоборот Можно сделать геем Из нормального человека Сделать геем Слушай, а когда-нибудь В практике Происходило у тебя такое Приходили к тебе люди Говорят Слушай, мне надоело Быть натуралом Я не хочу больше С женщинами Нет, нет Мне наоборот Приходили женщины Да, допустим Которые бросил муж И говорят Слушай, ты можешь Что-нибудь такое сделать Чтобы он стал геем Да, да, да Порадуй меня Слушай, ну я первый раз слышу Вот я первый раз слышу Хотя у меня было Очень много экстрасенсов Я же говорю Женщины более коварные Даже чем вы предполагаете То есть любая обиженная женщина Допустим Если она еще и мать Ее бросил Мужчина То поверь мне То есть тут такое Слушай, а не было таких Мужчин Которые приходили Говорили Слушай, ну сделай Из моей жены Лесбияночку Нет, нет Вот здесь, понимаешь Мужчины более Как-то ну Более адекватные Может в своих Фантазиях Идеях И желаниях То есть они сами в себе Да, держат Слушай, ну а существует Гей-магия? Нет, такого нету То есть это совершенно Гей-магия То есть это А ты не думал о том Что может быть Вот слушай Новый пиар-ход Вудет какая-нибудь там 17-я или 18-я Битва экстрасенсов И кто-то придет И скажет Что Вот кстати Это будет наверное Если Друзья Если это появится Знайте Что это придумали мы Сегодня с Денихом Малаховым Гей-магию Да, гей-магия Слушай, я так их Очень много на телевидении Просто зачем это пиарить То есть я отношусь с ним Ну честно Ну так Ну так Понятно Но ты все-таки лечишь Все-таки ты лечишь Да То есть я могу Не вопрос То есть если ты хочешь Избавиться То есть я с Сергеем обращаюсь То не вопрос Все нормально То чем ты сможешь Если он присылает фотографию Ты все-таки уберешь Эту порчу Эту порчу Да Я смогу его сделать натуралом Натурал Супер, друзья Так что все Ну не хочу призывать К нашему радио Этих людей Но если вы Вдруг у вас Какие-то проблемы Друзья Возникли Пишите пожалуйста На мыло Радиопляж На наш имейл RadioBitchSobakaMail.ua И я думаю Что мы перешлем Все письма Денису Малахову Который поработает с вами Так Людмила Беличенко Вот друзья Наш самый красивый Красивый Прекрасный администратор Добрый вечер Добрый вечер Денис В нашем обществе Отношение к магам Экстрасентам Достаточно Противоречивая А вот вы сами Верили в них До того Как открыли в себе Способности Магического искусства Спасибо Верил ты В них? Нет Не верил То есть я был скептиком Меня никогда Никто не мог Ничем убедить То есть И это на уровне Допустим Бабок Гдалок Или допустим Это какая-то цыранка На улице То есть Чисто манипуляции Которые То есть Это как Психологический Какой-то момент Или допустим Это как Введение человека В транс Состояние Как цыганка Тебе быстро говорит То есть Твое состояние Выбивает из колеи То есть Это чисто Как гипноз Больше Чем То что она Тебе говорит И что она делает Слушай А ты веришь В гадание Кофейная куща 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 Да Ты знаешь У меня повелся Друг Он реально Смотрит по кофе То есть И я как бы Спокойно отношусь Лишь бы Чтобы Понимаешь Когда вот я начал Уже заниматься Более Профессионально Да Вот этим делом То у меня сразу Появились В принципе Такие же друзья То есть Я могу сказать Что они там Все паршивые Да Или есть какие-то То есть Когда я только начинал К сожалению У меня их не было То есть Я пытался найти Эти бабушек Которые мне хоть что-то Растили Кроме порти Что она у меня есть Мне вообще Ничего не говорил И надо вводить В чем по 8 раз Понимаешь Три раза Возьмите Там яйца куриные А если куриные Берите страутины Потому что Не побольше Понимаешь Как бы И теперь Когда я уже Общаюсь Уже более Ну как бы Будем так говорить На ровне Обнению с кем-то Вопрос возникает То я уже Спокойно Отношусь К кофейникам Люди Которые смотрят На картах На рунах А в сути Карты Руны И допустим Кофе Это просто Подручное средство Человек и так Все видит Замечательно Это просто Ну знаешь Как вот Тебе допустим Помогает Допустим Ложка Можно сказать так Что нам помогает Выходить в эфир Программа Сам Роткаст Друзья Без которой Мы не могли Появиться На радиопляж Подручное средство Хорошо Хочу сказать Денису Перед тем Как зачитаю Вопрос Денис Пришлите пожалуйста Другую фотографию Потому что На этой Не видно Ваши глаза И мы говорили Во время В того времени Как играла композиция Мы разговаривали С Денисом С вашим коллегой Что пришлите пожалуйста Другую фотографию Чтобы Денис Мог посмотреть И уже Точно сказать Есть ли она у вас порча Или нет Так Луиза Валентинович Доброго времени суток Денис Малахов Я рад приветствовать вас На самом замечательном Самом-самом Жарком радиопляже Спасибо Луиза Скажите пожалуйста С какого момента В своей жизни Вы поняли Что вы экстрасенс Ну я думаю Что если она слушает Нашу передачу Уже мы об этом рассказали И как к этому Относятся ваши близкие Семья Вот Ну это уже хорошо вопрос Не мешает ли вам В вашей личной жизни И не сложно ли вам С таким даром Ведь бывает Порой тяжело Наперед Спасибо За ваши ответы Заранее Приятного аппетита Спасибо Вообще супер вопрос Реально То есть Ну вот Как бы Ну очень интересный Хороший Он мне очень нравится Сейчас расскажу То есть Если вы думаете Что вот допустим Экстрасенсы Да там Годолки это супер То есть Мы для вас Интерес какой-то представляем Да То в личной жизни Я могу сказать Что это проклятие А не дар Потому что Это 24 часа Не можешь отличиться От людей То есть Ты в них автоматически Вот Как объяснить Ныряешь Заходишь Да Просматриваешь Ты не можешь отключиться В моей жизни Сейчас скажу То есть Мама скептик Вообще По жизни Так же как и я Допустим Но жена Она меня начала развивать То есть Она говорит Слушай Ну попробуй там Ну попробуй здесь Ну давай 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 И на битву Экстрасенсы Кстати Меня отправила Сама жена Ну все-таки Это твой такой моторчик Да Который тебя Постоянно Постоянно от тебя Толкает Толкает Да То есть Она говорит Слушай Ну попробуй Ну видишь же получается Говорит Ну слушай Ну все-таки Такое шоу А я там еще Такой зеленый Там ну сколько Там у меня Этого опыта Друзей таких нету Говорит Пойди Получится все И когда я поехал Действительно Все получилось И все Слушай Так может у тебя И жена Экстрасенсы Не Ну она Я сейчас ее толкаю К этому У каждой женщины Есть способности Каждая женщина Мне кажется Это маленькая Такая ведьма А может быть фея А может быть фея Ну фея Я не знаю Как бы Ты разозлили женщину Любую И ты увидишь Канофея внутри Причем это будет Или девочка маленькая Или Хорошо У нас вопрос Я жду фотографии От Дениса Вот он пишет Окей спасибо Но у меня вот Даже пожелание Прилетело Денис Спасибо вам большое Что вы пришли На радиопляж Я вас прошу Остановите этот бардак Надежда Только на вас Лена Харьков Вот так Я понимаю Вот так в скайпе Да Я понимаю Конечно Надежда Допустим На какого-то там Экстрасенсов Да еще что-то Ну ребят Я не могу То есть Лезть куда меня Не просят Ну то есть Это Ну серьезно Я как бы Я в этом отношении Не политичен То есть Если я допустим Захожу в новости Как бы Ну предостигая людей Ну ты понимаешь сразу Ты уже наперед Понимаешь вопрос О чем она вообще Говорит тебе Да Я не буду Этим заниматься Потому что Если это происходит Значит Где-то Это надо То есть Это значит Допустим Люди погибают Как говорят Если звезды Зажигаются Значит Это кому-то Нужно Да То есть Это кому-то Значит Очень надо И если допустим Он все-таки поехал Допустим Или не поехал Это опять же Все зависит Не от него А от судьбы От судьбы Не убежишь Как бы ты не хотел Если вы думаете Что вы судьбы убежите Там не сломаете ногу То врачу Хорошо А скажи пожалуйста Денис Вот у нас 7 минут До конца эфира У нас есть еще вопрос Да И вот у меня Такой личный вопрос А как ты видишь Вот развитие Трех стран России Украины И Сирии Многие ждали Этого вопроса И многие ждали Ответа Что вообще будет происходить Что будет происходить Сейчас вот С Россией С Украиной С Америкой Какие у тебя Картинки всплывают Скажи пожалуйста Смотри У меня когда я Даже конференцию ввел Допустим у тебя в город То есть я говорил Что Россия Украина помирится То есть Европа Это конечно хорошо Но все-таки близкие страны Как бы ну люди Как бы ну уже провыкли Да там То я думаю Что все-таки Придет то время Когда все-таки Это помирится И все будет нормально То есть все это нормализуется Все это рано или поздно Кончится Все-таки славяне Откроют глаза Друг другу Да Я говорю за всех сейчас славян Не только за Украину Я говорю за всех славян Да Что все-таки все Откроют глаза И поймут что Войны не нужно Она не нужна Да То есть она не нужна То есть можно везде Как бы договориться Опять же То есть я Я говорю Я вообще за мир Как бы Какой бы он ни был То есть я Я не поддерживаю Ни одну ни другую сторону То есть я вообще Антиполитичен Антиполитичен Вот я придерживаюсь Этого мнения Что мне кажется Мы должны Все-таки дарить людям Какое-то счастье Мы должны рожать детей Да Ну наши Наши жены Наши женщины Должны рожать детей А мы должны делать Что-то полезное Для наших стран Для общества Я думаю, для людей Должны помогать друг другу Вот прекрасно даже заниматься Хорошими, вот такими простыми делами Как ты помогаешь детским домам Вот реально тебе На языке крутится уважение и респект Респект и уважуха, да Да, можно по-простому сказать Хорошо, давай ответим на вопрос Денису И мы будем уходить на композицию Потому что у нас три минуты до эфира Друзья, час пролетел Спасибо всем за вопросы Шикарные, спасибо Я вижу Луиза пишет А куда фото добавлять? Луизочка, добавляйте, пожалуйста, фото в паблик Туда, куда же вы и писали вопросы Как и все, да? И сейчас все-таки мы очень коротко У нас четыре минуты до конца Я думаю, что Денис ответит на ваши вопросы Так, Денис Валерьевич Здравствуйте, Денис Добрый вечер, Александр Добрый вечер Привет вам из северной столицы Санкт-Петербурга Давно слежу за вашей деятельностью И восхищаюсь вами Ну вот, за нами он следит Помогите мне в одном вопросе Мне сказали, что меня прокляли, да? Прокляли Да, прокляли Порчу навели Что к бабкам ходили Против меня В скобках Вы можете сказать Правда это или нет? Мне сказали, что нужно фото Где хорошо видны глаза Спасибо огромное Вот он присылает фото Где хорошо у него видны глаза Ну то есть фотография Видишь, опять же Попросил, чтобы другое выкинул Видишь, он получается Сам себя зарезал Видишь, обрезал Кусочки То есть мне надо было, чтобы он Тарифировал нормально в лицо Хорошо Ну вот хотя бы коротко Вот что ты видишь Ну вот смотри У нас фотография прилетела А, Луизы Вот посмотри Фотография прилетела Луизы Ну давай сначала Мы сейчас его сразу Быстренько Давай, давай Да, быстренько мы сделаем это Смотри, то есть я не вижу Никаких проблем То есть человек Просто бегает Да, то есть он Ищет проблему Да, то есть проблема Я не вижу, что была именно порча Человек просто не может разобраться в жизни И почему бегает по бабкам? Потому что это как женская какая-то энергетика У него какие-то проблемы Слушай, а вот как ты думаешь С этим человеком что-то происходило этим летом? Он писал нам буквально На передаче Другая реальность Я хочу тебя проверить сейчас Твои способности Что-то происходило летом с этим человеком? Что-то серьезное Ну смотри, у меня идет почему-то картинка Это именно море, пляж И каких-то Но опять же я могу увидеть Только те моменты, которые с ним присутствовали Фотография допустим Я скажу только на тот момент Слушай, но он с котом На кота тоже порчу Да-да-да Ну смотри, если что-то даже происходило То у меня почему-то идет все равно пляж Открою тебе секрет Открою тебе секрет Эти ребята чуть не утонули на лодке Ну я же говорю, только пляж Я же тебе говорю, ты идет Только почему-то как пляж Друзья, ну аплодисменты Все, кто находится в студии Спасибо Но шикарно Вот так и проверили Нашу экстрасенсу А что ты можешь сказать по Луизе? Вот она тоже прислала фотографию А где фотографии? А я не вижу А вот, а ты, пожалуйста, обнови наэроленту Потому что две минуты Но очень коротко по ней Вот она добавила По папкам не бегают А, ой, блядь, слушай, здесь только вопросов же Елка, я уже так про это Само подожди А, вот Да, вот перед Перед Денисом Луизом Эстония, да? Таллинн Эстония, да? Луиза Валентинович Ну вот она Приятного эфира Если порча на мне И фоткал Нет, абсолютно Никого в порче нету Просто какие-то сейчас финансовые Какие-то затруднения В личной жизни Причем вижу какие-то Какие-то скачки даже с работы То есть какие-то моменты С рабочие какие-то Я не знаю То есть это или может быть Домление начальства Или дали больше работы Чем она на самом деле есть Хорошо Ну что, друзья Вот и закончились у нас вопросы Я вижу в Вайбере, друзья Но мы не успеем Потому что Денис Вот огромное тебе большое спасибо За то, что к нам сегодня пришел Ответил на вопросы Наших друзей Наших слушателей Просто людей Которые к нам писали, да? Вот сейчас от тебя Пожелания нашему радио И нашим слушателям И вообще всем, наверное, людям Планеты Земля Ребята, хочу пожелать Ясного неба То есть Приятного Солнечного Прекрасного То есть Не занимайте чужими проблем Не меряйте чужое одеяло на себя То есть Ну Занимайтесь своими вопросами Да И лишний раз Без надобности Ну не бегайте по бабкам Там Подалкам Дума подобное То есть Если уже совсем-совсем Трудно Да Можно посоветоваться Но не больше Что пожелать Радио Конечно Только развиваться И только Быть все больше и больше Денис Ну а картинки всплывают Там по поводу нас В ближайшие 5 лет Ребята Вы будете на пике популярности Гайки Спасибо Так что именно нормально Причем вижу Как бы Ты правильно сказал Что ты будешь там В Одессе Еще что-то То есть В разных уголках Вы будете всплывать Очень часто Хорошо И люди К вам будут тянуться Спасибо Это тоже большой плюс Спасибо большое Что вам Что тебе лично пожелать Тебе пожелать Ну наверное Хорошего настроения Всегда Что ты такой Оставался позитивный То есть Ведешь передачу Классно То есть Все прекрасно Спасибо Спасибо Взаимно Взаимно Спасибо Друзья Ну у нас в гостях Был черный маг Но я бы Вы знаете После сегодняшней передачи Почему-то назвал его Черно-белым магом Наверное Таких не бывает Вот у нас был Черный маг Денис Малахов Который по-настоящему Делает белые Хорошие дела Для людей Я думаю Что если каждый Будет стараться Несмотря на то Что будет он магом Или не будет Будет помогать Детям Которые живут в детдоме Будет помогать старым Будет что-то делать Для своей страны Делать для общества То у нас Все тогда будет хорошо Не нужно будет Обращаться к магам И бегать по бабкам Друзья В гостях у меня был Денис Малахов Денис Тебе желают Только процветания Чтобы твой талант Еще усовершенствовался В тысячу-тысячу раз Чтобы ты на расстоянии Мог лечить людей Благодарю Спасибо друзья Это была программа Сумасшедших гостей Меня зовут Юрченко Александр До новых встреч Хочу сказать Что в конце октября Пока что не буду Называть число Все-таки выходит программа Которая называется Запах секса С моей новой соведущей С очаровательной Селеной своей Друзья Оставайтесь с нами Слушайте хорошую музыку А всем до новых встреч Всем пока-пока Пока Друзья И мы снова вернулись Прямо в эфир Мы просто забыли Спасибо огромное Денис Сергею Легкову Это впервые Впервые Но мы просто Вели только два Дня назад Это правило Скажи пожалуйста Денис Кому же мы все-таки Отдадим 333 рубля На мобильные телефоны Какой вопрос тебе Больше всех понравился Ну вот я туда Его выделил Так вот наверное Мы сразу и забираем Получается То есть то что Ну то есть так их выбирали То есть по поводу Семи да Допустим Мешает ли она в жизни Это по-моему написала Сейчас Это написала нам Луиза Валентиновича Да Все-таки ей улетает 333 рубля Да Хорошо Спасибо большое Друзья Вот так вот Впервые На нашем радио Вчера мы подарили 333 рубля Очаровательной Яночке Из Ялты И сегодня Луиза Валентинович Получает 330 рубля На мобильный телефон Спасибо всем огромное Все еще раз Всем до новых встреч Друзья Всем пока-пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!